Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы в нашей передаче две недели назад подняли крайне важный, сложный и, скорее всего, слаборазрешимый вопрос о границах церкви. В свое время один из современных богословов, размышляя об этих границах, сказал, что это всегда искомое, но никогда не находимое в церкви. Действительно, мы и в наших предыдущих передачах говорили о том, что все мы знаем, где церковь начинается, сложно угадать и узнать, где она заканчивается. Это фраза богослова, философа начала XX века Хомякова. Мы поговорили об этой теме в прошлый раз с представителем исторической науки. И тема вызвала немалый интерес и среди вас, дорогие зрители, но и меня она не оставляет, потому что хочется в ней, ну, как-то более глубоко разобраться. И мне кажется, это гораздо более серьезная тема, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы продолжить тему границ церкви, но поговорить мы решили теперь с философом и богословом. У нас в гостях отец Сергий Кредич. Здравствуйте, Ваше. Добрый день, Ваше. Ну, я уже и с отцом Максимом до встречи с вами. Мы эту тему обыграли и говорили. Напомню, может быть, для тех, кто нас смотрит, ну, так скажем, с середины разговора, что мы подняли два важных термина инклюзивности и эксклюзивности церкви. Инклюзия — это включение в церковь неких новых членов и кого мы вообще можем называть христианами. Эксклюзия предполагает, что мы все-таки обозначаем некоторые условия или строим некоторые границы идентичности, не всех подряд называя христианами. Говорим о том, что есть какие-то конкретные очертания портрета настоящего христианина. Почему, на мой взгляд, эта тема кажется важной, потому что она лишь отчасти теоретическая. На самом деле огромное количество практических вопросов, возникающих сейчас даже по отношению к нам, как к духовенству, они возникают, исходя из того, что человеку, он это может не формулировать, но ему очень важно понять вообще, он, например, сам церковь, его родной и близкий человек, о котором ему, например, запрещает церковь молиться, потому что он, ну, например, католик или протестант. Как вообще мне относиться к моему мужу, например, если он иной конфессии, он спасается или не спасается. Вот я, человек, который не причащается пять лет, это церковь или не церковь? Как вообще, какой у меня статус, как меня мыслит это тело Христово и так далее, и так далее. Мы к этим вопросам, я думаю, с вами перейдем сразу так заперед забегая, анонсируя в третьей нашей встрече. Вот. А сегодня вы сами предложили, посмотрев наши передачи с отцом Максимом, предложили все-таки начать с каких-то фундаментальных вещей, начать с писания. Ну, начать с моей профессиональной деформации. Да. Потому что, ну, опять же, когда пропою свой обычный припев, что у меня в силу моей профессии преподавателя в университете есть некие такие профдеформации. И в целом я от них не отказываюсь, а стараюсь с ними существовать. Поэтому вот в соответствии с такими базовыми филословскими моментами нужно всегда целиться повыше, потому что в каждой дискуссии, если это действительно заслуживающая внимания дискуссия, я бы рекомендовал придерживаться, ну, видите, я бы рекомендовал это преподской, университетской, было бы правильно придерживаться вот какой максимумы, что те, кто участвует в дискуссии, как правило, правы в том, что они утверждают, и не правы в том, что они отвергают. То есть, соответственно, когда церковь – это инклюзия, вот в этом отношении те, кто так говорит, они в известной степени правы. Но когда они начинают предъявлять претензии и критиковать, вот тут уже правота их стремительно иссякает. Точно так же, как и те, которые говорят, что ну, церковь – это же не бесформенная масса, которая принимает форму любого сосуда, в который ее помещают. И в этом они правы. Но когда они переходят к критике позиции оппонента, и вот это вот тоже такой занятный уже скорее философский момент, потому что у философов постоянно спрашивают – есть ли у вас рецепт? Есть ли у вас рецепт? Рецепт! И философы неизменно отвечают, что любая сложная проблема всегда имеет ясное, простое, четкое, неправильное решение. И в этом случае, если мы обратимся к фундаменту, ну, когда христиане сталкиваются с какой-то проблемой, он куда идет? Он идет к Писанию, к Слову Божию и пытается найти решение там. И давайте попробуем вот сложить этот самый пазл, пэтчворк, как угодно. То есть у нас есть какие-то моменты, которые проговорены самим Господом, и от них мы деться не можем. Ну, например, вот Лука, 9 глава, 41 стиха и далее. Вот так. Конечно же, реклама очень хорошей книги, очень хорошая книга, все три слова с большой буквы. И христианин – это тот, кто ежедневно читает эту книгу, и у него какие-то смыслы всплывают и актуализируются в зависимости, кстати, от той ситуации, в которой он находится. То есть если христианин не читает Слово Божие, то он, простите, не верит. Вот давайте сразу постулируем, что если мы правда верим, что это Слово Божие, то мы как минимум кусочек читаем в день. Ну, например, с церковью на литургии, или если у нас совсем уж нет времени, то хотя бы вот открыв специальное приложение, где богослужебный календарь, этот же кусочек мы прочитываем. А такие, как бы так сказать, духовно опытные христиане, они спокойно себе читают Библию по разным планам. Ну, например, план, когда за год прочитывается все Священное Писание. То есть если это Слово Божие, мы к нему обращаемся. Я понимаю, что вы только что обозначили первый кирпичик в стене границ церкви. То есть Библию читаете? Нет. А зачем? Ну, как бы вот, помогите мне, пожалуйста. Аспирин пьете? А зачем? Вам бы в спортзал. Ну, я знаю, что спортзал есть, я уважаю, там, зарядка, все дела, вот, Олимпиаду смотрю, а сами-то, а зачем? То есть в этом случае вот первый критерий. Если мы верим, что это Слово Божие, мы его читаем. Если же у нас есть более важные дела, то давайте не будем себя обманывать. То есть, а почему ты не позвонил? Вот если уж позвонить любимой жене, девушке и вообще возлюбленной с большой буквы, то залез на сосну, дотянулся, чтобы сеть брала, прокричал три слова, спустился, все ободрал, но счастливый уснул. Или за день так и не нашел времени позвонить, ну, тогда давайте не будем обольщаться, что это было действительно что-то серьезное и важное. Итак, вот смотрите, значит, Евангелие от Луки, 41 стих и далее. «И пришла же им мысль, кто бы из них был больше, заметим, апостолы, ученики Христа, и они его не понимают. Иисус же, видя помышления и сердец их, взяв дитя, поставил его пред собой и сказал, «Кто примет себе дитя во имя Мое?» Ну, то есть вот, пожалуйста, уже среди апостолов мы находим, что они спорят о том, кто из них больше. А перед этим, это я нарочно начал, криво, неровно, на абзац выше, Иисус же отвечал, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И в следующем абзаце, после этого апостолы спорят о том, кто из них больше. Дальше, ну, все читать не будем, потому что время дорого. И дальше эпизод, где Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. А Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Вот опять следующая граница, да, то есть если этот человек не ходит, опять апостолы спорят между собой, кто больше, а потом замечают, что кто вообще не с ними. И Иоанн, богослов, да, говорит, он не ходит с нами, у него лицензии нет, Господи, что с ним делать? И дальше, они идут в Иерусалим, и в селении Самарянское, там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И видя то, ученики его, Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Следующий кирпичик, да, вот, и что же Господь говорит? И он запретил им, сказав, «Не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». То есть еще один камень в эту самую инклюзию, да, то есть вот человек ходит, призывает Господа, но не с апостолами, то есть получается он не в церкви, а Иисус говорит, «Нет, оставьте его». Вот приходит в селение Самарянское, и самаряне говорят, что-то ты вот имеешь вид, иметь вид путешествующего в Иерусалим, вот это вот интересно, да. То есть что-то у вас какие-то берцы не той модели, и вот я по нашивкам на вашем рюкзаке начинаю думать, что вы не разделяете мое мировоззрение, шли бы вы отсюда. И апостолы, собственно, говорят, «Господи, они тебя изгоняют, ну и будет справедливо вообще-то выжечь, все здесь огнем, потому что Илья, праведник, так делал». И Господь говорит, «Нет, не знаете, какого вы духа». И дальше интересно про призывающих. И вот тут прям вот сразу же мы видим следующие ситуации, спрессованные такие, да. Случилось так, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». А Иисус сказал ему, «Лисыцы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовестуй Царствие Божие». А еще другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Небесного». И вот, опять же, вопрос к автору. Ну вот если бы мы с вами писали сценарий для постановки или какое-нибудь у нас было бы литературное дарование и литературные же амбиции, но мы бы досказали, что было дальше-то. А это вот спрессовано для тех, кто это будет читать спустя века, то есть для нас с вами. И одному Господь говорит, «Вот он приходит, можно ли мне ходить с тобой?» И Господь говорит, «Ну, вообще-то отговаривает, да? Вот мне негде преклонить голову, а вот еще ты будешь ходить». Ну вот позвольте тут ремарку, вопрос еще ведь и в том, что прочитать и, как это говорилось, книга пишется глазами читателя. То есть мы знаем ряд толкователей, которые говорят о том, что просто Христос прозревает сердце каждого из тех, кто к нему обратился. И тот первый, в нем якобы Христос разглядел корысть, что он будет ходить за сильным мира сего, и значит сам будет обретать какие-то плюшки вот этого великого статуса. И Христос ему говорит, «Ты посмотри на меня, мне негде спать, а ты хочешь за мной ходить и думаешь, будешь наследовать плюшки». Тогда получается здесь вопрос очень персонифицированный, индивидуальный. То есть вот этому я скажу так, потому что я вижу его сердце, он… Право в том, что утверждают и теряют правоту, когда начинают что-то опровергать. Вот сам Господь производит селекцию. То есть если мы говорим, что достаточно сказать «я христианин», то человек приходит и говорит «я христианин», а Господь ему говорит «ну…». Человек говорит «я хочу, но…». И если уж мы говорим о толкованиях, то понятно, что речь не шла о похоронах, которые происходят вот прямо сейчас, потому что все-таки климат жаркий, хоронят очень быстро, и уж что-что, а если у человека отец умер вчера или даже сегодня, он не пойдет к духовному учителю, чтобы сказать «а вот дай мне, пожалуйста», то он будет прямо сейчас заниматься всем необходимым, чтобы похоронить как можно быстрее. А уж, простите, через три дня догнать странствующего проповедника, который идет неспешно, останавливается, учит и исцеляет, ну, вообще не проблема пешим ходом даже, ни на ослике, ни на лошади. И, наконец, третий момент, да, что тот, кто… То есть если, допустим, первая была конкретная ситуация, «ты корыстен», вторая уже пожестче, да, то есть имелось в виду, что не в смысле прямо сейчас отец умер и уже надо хоронить, а в смысле он просто немощен и требует присмотра. А может, мы подождем, ну, сколько ему осталось? Ну, три месяца, ну, полгода, ну, год. Ну, мы же не опоздаем, Господи, мы же тебе придем. И Господь очень жестко отвечает, что «ну, а что ж теперь бросить отца, который требует презрения, который требует внимания, который вообще-то надо бы долг вернуть». И, наконец, третий момент, никто, возложивший руку и оглядывающийся назад. Ну, а кто тогда может это... И апостолы время от времени Господу и говорят, «Господи, да кто же это может исполнить-то, то, что ты говоришь?» И вот, смотрите, как бы вот инклюзия, инклюзия, а потом вот и эксклюзия. То есть вот у нас уже есть вешки, да, что Господь запрещает, запрещать человеку, который призывает его имя, даже если вне общины апостолов. Потом он запрещает апостолам выжечь селение, хотя они формально правы. Господь пришел, люди попросили его уйти. Дальше, где же критерий? Вот, пожалуйста, Матфея 18, 19, 20. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. И вот тут вопрос, опять же, а во имя ли Мое? Потому что вот кто судья? На мой взгляд, вот как преподавателя богословских дисциплин, это Господь решает. То есть в этом случае, если мы человека спросим, а вы часом не предстоит ли корыстных целей в вере? Ну вот как? Это как на границе спрашивать, а вы не террорист? Или, а вы в столицу приехали, поди куртизанкой стать? Ну, как бы, на такой прямой вопрос, возможно, только прямой ответ. Ну, а вы как думаете? Или с разной степенью вежливости? Ну, конечно же, нет. То есть в этом случае мы никогда не... Мы, простите, собственных мотивов не всегда понимаем. И если мы в себя заглядываем, мы очень часто вот смущительно осознаем, что нам хотелось бы быть рациональными существами. Ну, например, мне. А порой руководствуешься такими мотивами, что вот, что... Ну, не разум. Ну, как минимум, например, конфликт разума и сердца это еще классический конфликт литературы, а конфликт разума и желудка, сердца и желудка. А есть еще что-то пониже желудка, и вот как вот с этим... И оно тоже может быть в конфликте, и вот как. И получается, что, во-первых, мы меняемся, потому что вот тоже притча о сеятеле. Сеятель, он же либо идиот, вышел сеять на летное поле и в асфальте не прорастет. Либо он сеет, а почва сама меняется. То это асфальт, то это песок, то это благодатное. И вот тут опять христианин тот, кто бросает в том числе и в свою душу. То есть в этом случае не надо мыслить себя как миссионера, надо за своим огородиком ухаживать, и еще раз, ежедневное чтение Писания. Если не читаем Писание ежедневно, уже ой, уже ой. Дальше. Можно было бы сказать, я признал себя христианином, я в церкви. Матфей 7, 21, 23. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. То у нас только что была инклюзия, тотальная вообще. То есть он призывает имя твое, но не ходит за нами, оставьте его. И тут же, спустя некоторое время, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. Многие скажут мне в тот день, тоже важный момент, не в смысле, Господи помилую, как поминание Господа в суе. Да Бог с ней с моей сумкой. Если бы Бог был с моей сумкой, я бы там, в этой сумке бы сидел, и был бы вот у Христа за пазухой. Если мы всерьез относимся к словам. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем тоже важный момент, когда Господь посылает апостолов на проповедь, там ведь уже был Иуда, и он уже получил власть над бесами. Представляете, вот Иуда ходит, исцеляет, изгоняет бесов. Вот тоже интересный момент, у нас нет свидетельства о том, а вот тех, кого исцелил Иуда, как они себя потом чувствовали. То есть это же случилось буквально через 2-3 года, даже если вот это был прям старт, и Господь призывает апостолов, то есть это можно было услышать, а вот тот предал, так он же вот был среди нас, он исцелил, он изгнал беса, и он не в Царстве Небесном. Не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас отойдите от меня, делающие беззаконие. Хотелось бы иметь такой соблазн, сказать, достаточно сказать, я Христов, и все. Но сам Господь говорит, я скажу вам, отойдите, я никогда не знал вас. То есть мы не должны от людей вот это вот утаивать, это тоже такая интересная тенденция. Получается, понимаете, вот люди там со стороны скажут, это какое-то поселение нервозности. То есть, условно говоря, допустим, ну, допустим, я, почувствовал в себе силу изгонять бесов там, вот, и действительно... Это уже нервозность, кстати. Да. Ну, то есть я вот уже это делаю, я стою у престола, совершаю евхаристию, литургию, я, там, скажем, молюсь, но не осознаю, что некоторые вещи, может быть, в моей жизни вступают в противоречие со всем тем даром, которым я наделен. И вот я умираю, и мне говорят не всякий изгонявший бесов, не всякий призывавший мое имя. Причем, заметим, успешно. Не пытавшийся изгнать, а прям изгонявший. Прям не просто прорекавший, что доллар завтра будет стоить, а прям сказавший пророчество, которое сбылось. Тогда я просто моментально хочу занять позицию премудрого пискаря, и лучше я вообще не буду выходить из своей комнатенки, потому что мало ли что. Я не буду ни того делать, ни другого, ну, потому что мне каких-то, ну, банально, да, любому человеку хочется каких-то гарантий. Здравый смысл, говорит, не рискуй. Да, ну, или, по крайней мере, какой смысл рисковать, если ты все равно можешь свой адрес услышать, не знаю тебя. Да. Тогда вот как же все-таки к чему соотнестись, к чему примкнуть, чтобы было ощущение того, что я иду верным путем? Где эти критерии, что я действительно в границах того, чем я. Должим расчерчивать поле, батюшка. Давайте. Сначала вот мы вот как инклюзивная церковь в пазу. Вот церковь, знаете ли, пэтчворк, где все из лоскутков и все хорошо, потому что и этот лоскуток, и этот лоскуток, и вот у этих есть логика. Вот этот дерзает, потому что чувствует так, и он прав. Вот этот не дерзает, который говорит, я, наверное, пока не дочитал до притчи о талантах, ему будет хорошо. А потом он узнает, что Господь приходит и говорит, что я, господин, жестокий, и отдайте у него талант, и отдайте ему 10 талантов. То есть тот, кто попытался Господу вернуть то, что ему было, то есть не рисковал как раз. Он перевел все это в такие активы, которые не обесцениваются, и там пертрубации, но вот это полкило золота, оно конвертируется, ну, конечно, не сразу, но, заметим, и жизнь на у нас тоже не сразу исчезает. И дальше. Смотрите, Христос взятая в прелюбодеяние. Вроде бы инклюзия, да, но с другой стороны, сам Господь ей говорит, иди и больше не греши. Хотя можно было проявить понимание, сказать, ну, тетеньку и только что чуть не убили. Можно же было сказать, присядьте, вот напиток, пожалуйста, выдохните, сейчас все хорошо. Нет, Господь, они все разошлись, то есть им хватило совести, это тоже важный момент. И блудница, то есть это взятая в прелюбодеяние, это важный момент. Господь говорит, иди и больше не греши. То есть и ты теперь тоже иди, как власть имеющий. Дальше. Серафинигиньянка просит о дочери, и нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам. Это эксклюзия, прям жесткая. То есть это эксклюзивно для, и вот здесь, раз вы подняли тему толкований, да, весьма признателен, потому что я тоже могу перейти к толкованию. Лично я нахожу правильным то, что здесь Господь имеет в виду самого себя. То есть не в плане хлеб, который вот ежедневный, а вот я хлеб, и я чаша, и в чаше вот. А финикийцы, сирийцы, они же поклонялись Ваалу. То есть это, ну, прям-таки такое демоническое, бесовское божество, которое требовало сожжения детей себе в жертву. И люди добровольно отдавали детей, чтобы вот их положение не ухудшилось. Ну, тот же самый Карфаген, кстати. Вполне себе великая, могучая империя, пока она не столкнулась с Римом, который понимал Бога лучше, рискну сказать. И Господь им сообщает, что я не хочу быть Богом у бесопоклонников. Я не хочу быть Богом у тех, кто сжигает детей. То есть в этом случае справедливо ли дать хлеб сам? То есть это вот так следует понимать. Ну, и Господь собирает кого хочет. Это тоже важный момент. Мы не можем исключить Господа из вот этого фундаментального, если угодно, уравнения, потому что, по-моему, упустили вот этот момент, как те, которые говорили, что церковь – это как клуб, вот надо соответствовать, чтобы войти, так и те, что церковь – это собрание. Вот кто собрался, с тем и работаем. Но так не мы работаем, а Господь. И Господь, во-первых, когда призывает апостолов, взошел на гору и призвал к себе тех, кого сам захотел. И потом, когда апостолы бегут, Господь их еще и собирает. Вот он сказал, я оставляю вас вот в Иерусалиме, а и Лука, и Клеопа эвакуируются. Ну, потому что, если Мессия погиб, мы ошиблись, надо как-то начинать жизнь заново. То есть они вообще-то уходят, потому что, ну, совсем все. И Господь их возвращает. Он идет за них, хотя мог бы сказать, ну, слушайте, ну, вот, пожалуйста, вот, вот, я вас призвал, я дал вам шанс, я дал, ну, и тут, вот, мы останавливаемся на Евангелии, потому что, ну, конечно, можно было множить примеры, но мне просто надо продолжить мысль уже тоже в Новом Завете, но вне Евангелия. Был хороший комментарий на одном из форумов, что человек честно признается, что, вот, знаете, меня всегда восхищала история Христа, а вот дальше уже книга деяний и послания апостольские, это человеческая, вот история Христа это вот, а книга деяний и дальше это уже уступки, ну, прогиб под изменчивый мир. И вот пока мы находимся в Евангелии, действительно большой соблазн сказать, что все включены, что есть инклюзия, что вот приходи, просто скажи, я Христов и добро пожаловать, но в деяниях 2.47, опять читаем, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, вот тут вот начинается сразу же, не к клубу, не к собранию, не к школе Гамалиила, Ариопагита, мало ли куда еще, но именно к церкви. Но в церкви это же есть собрание, к листью. Но к церкви своей, не в смысле собрания на площади, не в смысле армии, хотя Господь Саваоф это бог воинств, вообще-то. Вы имеете отношение к армии, вы имеете отношение с Господом. Из избранного народа вас выслушают, да? И дальше вот начинается уже построение церкви, вдруг оказывается, что вот эта позиция частного лица, рисую сказать, она несколько проигрышная. Вот такой вот ой, потому что очень соблазительно сказать, вы знаете, я Христов, я крестился, и, пожалуйста, дозвольте мне иметь мой религиозный опыт, который ценен, безусловно. Но вот открываем в Коринфянам послание, и происходит большой ой, вот лично меня подобное напрягает, но что делать? Первое Коринфянам, пятая глава. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышало даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общей с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Для телезрителей, я думаю, на слово будет тяжеловато. Апостол Павел, отсутствуя, узнает, что в Коринфянской общине, к которой он имеет отношение, которое он основал, некто живет с женой отца своего. То есть, если бы он хотел сказать с матерью, это был бы ужас и кошмар. С мачехой. А это с мачехой. То есть, отец, видимо, первую жену то ли оставил, то ли похоронил. Вот у него есть ребенок, который живет с ним. Потом, мало ли что случилось с отцом, не сказано, про отца вообще речи, но с его другой женой теперь сожительствует вот этот вот. То есть, в наше время мы бы сказали, простите, а какое вам до этого дело? Что происходит по взаимному согласию между двумя взрослыми людьми? Нет пострадавших, нет преступлений. Где? И главное тоже, смотрите, апостол Павел упрекает общину. Вот если бы ко мне подошел кто-нибудь и сказал, даже давайте уберем сан, не будем рассматривать, то есть, священник обязан таким заниматься, да? А вот я как частное лицо прихожу в храм, я крещен, я Христов, а вы знаете, а Семен Семенович, он хо-хо-хо-хо! И я говорю, ну, простите, что мне до того, как кто-то распоряжается своими половыми органами? Перед своим Господом стоит, перед своим Господом падает, я это даже слушать не буду, потому что вы наверняка свидетелей не имеете. У самого вот этого вот брата спрашивать как-то странно, да? Когда у тебя последний раз было? А с кем было? А вы вот не чувствуете, что вы живете с сыном своего мужа, не вашим сыном? Вот вы как вообще? То есть апостол Павел осуждает общину, которая этим не занялась, хотя это нормальная такая инклюзивная позиция. Он приходит, приходит, он молится, он что, убийца, он сатанист, он обсчитывает кого-то, он взятки берет. Нет, он всего лишь спит не с матерью, а с мачехой, с женой отца своего. И апостол Павел говорит, я его предал сатане только за это. Почему? Вот если к священнику требования есть, что там одной жены муж, там, ну, то есть ты должен воплощать вот некий христианский идеал в своей жизни. Хорошо, вопросов нет. К священнику вопросов нет. Наоборот, возникают, если священник так себя правильно не ведет, а к мирянину, ну, это же серьезный вопрос, да, представляете, если мы будем спрашивать, а как вы там распоряжаетесь вашими половыми органами, чего произойдет? Вот тут-то будет такая эксклюзия, что у васи Божия, и, боюсь, Господь будет не на нашей стороне, но апостол Павел нам задает вот это. Отец Сергий, на сегодня время нашей передачи подходит к концу. Многое, скорее всего, мы не сказали, но для наших телезрителей мы поясним, что следующий понедельник, это второй понедельник Великого Поста, сразу же после торжества православия мы будем встречаться в нашей студии, и логично будет поговорить о догматике, о том, нужна ли она современному христианину, такое ли это жесткое условие, потому что с морально-нравственной жизнью, образом, понятно, нужна ли догматика современному христианину, об этом мы поговорим в следующий раз. В следующий понедельник, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам в половину восьмого. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин